Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в Испании праздник Сан-Хуан. Это некий аналог русского Ивана Купалы. Он проводится в день летнего солнцестояния, посвященный заданию злых духов при помощи священного огня и ритуальных танцев. Огонь традиционно зажигает на пляже, танцует на площадях, вокруг скульптур. На пляже, чтобы пожара не было. Экспанцы, по моим наблюдениям, в принципе, огни поклонники, вечно что-то жгут. Например, у них праздник Фаес. Тоже скульптуры огромные делают, специальные, и на всех площадях полят. А у костров на пляже надо еще и обязательный пирог Сан-Хуан стрескать, чтобы уж точно всех духов изгнать. Ну, вот такой он. Видно? Вот этот коричневатый цвет, это от корицы. Ну, я-то вам сейчас покажу, как его готовить. Поехали уже готовить. Понадобятся для пирога и для крема. Мука, дрожжи, яйца, сахар, масло, молоко, цукаты, орешки. Короче, прочитайте все. Все очень просто. В теплом молоке разводим дрожжи. Потребуется примерно чайная ложка лимонной цедры, мука, сахар, яйца, соль, сладко-анисовая настойка. Я использую пастис французский, классический. Молоко с дрожжами, немного корицы, немного ванилия. И перемешать. Перемешивать можно и ручным миксером, и ручками. Как только смешалось, все, добавляем измельченное сливочное масло. И вымешиваем теперь минут 15-20. Вот это длительное вымешивание очень важно. И те из вас, кто смотрел ролики многочисленные на канале про выпечку, прекрасно знают почему. Так, ну, оно вымешивается, а я пока займусь кремом. Молоко надо довести до кипения, но не кипятить. С одной и двумя палочками корицы и с парочкой ломтиков лимонной цедры. Да, из 500 миллилитров молока, предназначенного для крема, нужно небольшое количество заранее отлить, для того, чтобы удобно было размешать крахмал с яйцами и сахаром. Так, молоко греется. Замешиваю все остальное. Яйца. Здесь у меня три желтка и одно целое. Молоко. Сахар. Кукурузная мука. Ну, или кукурузный крахмал берите. И все старательно замешиваю до полной однородности. Нужно, чтобы и крахмал разошелся, и сахар растворился. Молоко уже нагрелось. Процеживаю его. Добавляю к яично-крахмальной смеси. Если плюхнуть смесь в кастрюлю с горячим молоком, даже процеженным, она моментально свернется комками. Поэтому именно горячее молоко вливаем в холодную яично-крахмальную смесь. И, естественно, перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. А вот уже, когда все смешалось, возвращаю все в кастрюлю. И вот теперь, при непрерывном помешивании, на слабом огне, надо навести до загустевания. И не отвлекайтесь, кто либо подгорит, либо комок какой-нибудь образуется. Как только крем загустел, смотрите какой отличный. Перекладываю его. Накрываю пленкой в контакт, чтобы не заветривался, и оставляю остывать. И возвращаюсь к тесту. Смотрите, какое тесто. Отличное, очень гладкое. Оно практически не прилипает к пальцам. Очень мягкое, эластичное. Цвет это от корицы. Накрой его полотенцем и отправлю подходить в теплом месте на час-полтора. Теплое место без сквозняков у меня в духовке. При включенной лампочке как раз оптимальная температура. Ждем. О, как поднялось. Отлично. Теперь формируем пирог. Тесто надо обмять и раскатать. Переложу на бумагу для выпечки. И сразу на противень. Сейчас будет не обязательно элемент. Если вы хотите, чтобы после выпечки тесто было красивым на поверхности, его надо смазать льезоном. Это смесь желтка, чайной ложки молока и щепотки сахара. Но можно не заморачиваться и не смазывать. А теперь накрыть, чтобы не перезарихало и на растойку примерно на один час. Я накрою вот такой удобной крышкой. Опять ждем. Смотрите, как поднялось. Последние этапы украшательства. Надо крем нанести. Я использую для этого кондитерский мешок. И теперь вишни, вываленные в сиропе. Магазинные. Выглядит, конечно, очень ядовито. Вообще можно использовать любые сухофрукты, какие найдете. Можно, например, нарезать апельсин кружочками и им украсить. Что найдете, то и берите. Орешки. А теперь немного сахара. Вот, кстати, орешки, сахар и сухофрукты должны быть обязательно. А вот какие конкретно сухофрукты, неважно. И отправляю в духовку. Она уже розовета до 190 градусов. Нагрев верхний и нижний. Время выпечки зависит от толщины, до которой вы раскатали тесто, и от реальной температуры в духовке. Короче, как зарумянился пирог сверху, значит готов. Ждем. Вот такая красота в результате. Конечно, в традиционном рецепте, а я сегодня показывал именно традиционный рецепт, слишком большое количество дрожжей. На мой вкус, этому пирогу пошло бы на пользу уменьшение их как минимум вдвое. Но кто я такой, чтобы диктовать свои вкусовые привычки традициям испанской кулинарии? Короче, присоединяйтесь к кухне Иберийского полуострова. Спасибо за компанию и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok